Что ставит во главу угла современная молодёжь? Конечно же, профессиональный успех. А добиться высоких результатов можно только в том деле, которое по-настоящему интересно. Если душа просит творчества, а руки уверенно держат расчёску, ножницы и без труда орудуют иглой, если жизнь без техники и технологий не представляется возможной, если дебет и кредит не просто слова, значит самое время задуматься о поступлении в Брестский государственный колледж сферы обслуживания. Наше заведение Брестский колледж сферы обслуживания был основан 30 лет назад. Поэтому, собственно говоря, за это время вышло очень много хороших специалистов. На сегодняшний день все специальности в сфере обслуживания востребованы, находят своих работодателей. Наши учащиеся ежегодно принимают участие в различных конкурсах. Направлений для развития профессионального потенциала в колледже довольно много. Один из наиболее востребованных – парикмахерское дело. Теория здесь удачно совмещена с практикой. Модели для работы не манекены, а реальные люди с желанием внести качественные изменения в свой внешний вид. Безусловно, та база, которая дается, является начальной, то есть стартовой позицией. Для тех, кто видит себя именно в этой профессии, достаточно этой базы для того, чтобы на нее опереться и начать расти вверх, вверх, вверх и вверх. Очень много студентов, которые вышли из стен нашего колледжа и достигли очень профессиональных, скажем так, ступенек высот. Марина Александровна говорит об этом уверенно. На счету мастера большое количество подготовленных учащихся, которые успешно демонстрируют свои умения уже в годы учебы в колледже. Стены кабинета украшают многочисленные дипломы и медали с фестивалей и конкурсов, завоеванные как в Беларуси, так и за ее пределами. Уже успели побывать с начала года на многих конкурсах в Питере, на Невских берегах, в Польше мы ездили, в Белоподляску. Также на наших белорусских конкурсах, в Минске, в Минске вернисаж, в Гомеле на Золотом подснежнике. Ну и также в WorldSkills участвовали в конкурсе республиканском. Модные фасоны, цветовые тренды, фэшн-индустрия. Вопросами создания идеального образа занимаются в мастерских швей, портные, закройщики, модельеры-конструкторы. Кто как ни о ней знает, что шитое со вкусом платье способно сделать любую женщину королевой. А грамотно построенный мужской костюм откроют избранницы ее джентльмена. Учащиеся колледжи постоянно совершенствуются, следят за тенденциями. И вкус, и чувство стиля не оставляют без внимания международные эксперты. В рамках многочисленных показов один из последних прошел для начинающего модельера Татьяны Микулик в Санкт-Петербурге «Успешно». Все дополнялось, дополнялась работа с тканями. Когда начинаешь уже ткани между собой соединять, уже начинаешь играть как лучше. Я очень благодарна Бищук Светлане Викторовне за очень большую поддержку. Очень помогла именно ее поддержка и опыт, который она вкладывала в меня. Одна из особенностей Брестского колледжа сферы обслуживания – многоуровневость обучения и его многопрофильность. Буквально в соседних отворческих мастерских кабинетах проходит подготовку слесарь и радиомеханики. Не теряет популярность бухгалтерский профиль, что говорит о том, что предприятиям Брещины нужны такие кадры. В насыщенных учебных буднях юноши и девушки находят время для занятий в кружках и секциях по интересам, отдаваясь душой интересным проектам. Помимо учебного процесса, также в нашем колледже интересно организована культурно-дослуговая деятельность. Работают кружки художественной самодеятельности, такие как театральная студия «Рампа», студия танца «Эмоушн», вокальная студия, театр моды, театр причесок. Поэтому учащиеся могут развивать также и свои творческие способности. Они пришли в наш колледж и уже выбрали творческие профессии, поэтому у них есть возможность раскрыть еще и на сцене свои таланты. Получить востребованную профессию и шанс иметь хорошие позиции для старта – это то, главное, что стараются дать своим учащимся администрации и педагоги Брестского государственного колледжа сферы обслуживания. Сделать правильный выбор – значит открыть дорогу к новым горизонтам и вершинам.